Смотрите, человек часто думает, что он чего-то хочет в жизни, значит, это должно произойти. Но на самом деле часто бывает так, что ему не хватает для того, чтобы это произошло, просто сил. Вот вы истратились на ребенка, вошли в истощение сильное. В это время вам надо было не на работу выходить, а начать на свежем воздухе бегать, допустим, делать зарядку, чтобы восстанавливаться физически, то есть организм физически у вас истощен. И когда организм истощен, болевой фактор в организме очень сильно страдает, особенно у женщин. В результате вы работаете, но у вас нет возможности развития, потому что нет здоровья на это. Вот и все. Ну вот по поводу здоровья, когда я начала работать, у меня было очень много записей, я не пиво делала. И у меня даже было такое состояние, что я вроде бы рада принять, но в другой стране у меня такое было, что как же я вообще вижу, чтобы он ушли и уже отдохнул. И на самом деле у меня даже электричная рука начала опознать. Я не знаю, с чем это все. Может, это потому, что мне смелее. Вот это сегодняшняя тема, сегодняшней беседы. У человека есть батарейка внутри, она заряжается природой. Батарейка – это наши возможности что-то делать, иметь здоровье, хорошее настроение. Это все из одной батарейки идет. И вся эта вещь, она питается энергией природы. Но питается в том случае, если мы на природе совершаем какую-то аскезу. Допустим, бегаем, двигаемся, желаем всем счастья. Но специальное состояние себя вводить нужно на природе для того, чтобы заряжаться. Большинство людей заряжаются по дороге. Но как они заряжаются? Чем меньше мы имеем позитивный настрой, тем меньше заряд. Чем меньше мы обстраиваемся правильно, тем меньше. Чем меньше аскез совершаем, то я, допустим, позавчера, вернее, вчера пробежал 16 километров в Казани на парке. Сейчас у меня хороший заряд, много энергии, мне хватает читать лекцию, хотя я переехал, переезд сделал. Понимаете? Но люди не думают об этом. Они думают, это само собой должно быть, что у меня должна быть энергия. Но с какой стати? Если вы не вкладываете в это, то откуда у вас будут силы? Потом дальше, опять же, синхронизация с ритмом жизни. Вот вы как бы сегодня встали где-то полседьмого утра, так? Да. Да. Вот это для вас уже поздновато. Если вы полшестого встали и легли тоже пораньше, то тогда вы бы были бодрее. А вчера вы вообще встали еще позже, понимаете? То есть, вообще там около восьми, по-моему, вы встали, даже в девятом часу. И у вас вообще весь день слабость была вчера. Вот. Вот думайте, потому что если вы не будете менять свой образ жизни, вы так и будете просто существовать, а не развиваться. Потому что вам для развития не хватает энергии природы, энергии людей. Вам, вы расходуетесь больше, чем накапливаете. В этом вся проблема. А по поводу работы, если у меня муж хочет, чтобы я... Вот сейчас, например, три года исполнилась, и чтобы я уже были в декрете, я уже работала бы полный рабочий день. Я вот не знаю, не буду мне развиваться именно в этой деятельности, которой я сейчас занимаюсь. Не буду мне выходить на какую-то другую работу. Нет, а деятельность хорошая, вам она подходит. Не надо другую, вот эту вот. Ну, вам надо сейчас восстанавливаться. Муж может хотеть все, что угодно. Вам надо просто прийти в себя, сейчас накопиться. Вы вот, как бы, когда вы только ребенок родился, у вас было истощение на 60%, сейчас на 40%. 20% вы прибавили только за три года. То есть вы не вышли из этого послеродового кризиса внутреннего. Вы отдали силы, как бы, и не восстановились. Это неправильный образ жизни. Это касается всех людей. Все должны найти себя в этой беседе. Потому что большинство людей так живут. Они просто не понимают, как накапливать силы. Все просто расходуются, а потом это превращается в головные боли, там, слабость постоянную. Нарушение гормональной функции у женщин, бесплодие. Это тоже причина оттутствия восстановления. Не хватает сил. Потому что на своей батарейке, которая от тебя с рождения дана, человек может рожать, там, женщина до 23 лет, 25. А потом дальше эта сила истощается потихоньку. И дальше нужно уже здоровый образ жизни для того, чтобы рожать. Если организм не хватает энергии, он не запускает этот процесс зачатия. У него нет сил, он не может выносить. И это тоже, как бы, к теме. Ну, то есть, это все означает незнание, как правильно жить. Незнание. Я даже изучаю это, и то не все знаю. Например, я всю жизнь занимался йогой, то есть, статические упражнения, снимают напряжение человеку. И постился. Пост тоже дает подпитку. Но я не двигался, не бегал. Я постепенно начал чувствовать, что я теряю силы, у меня напряжение копится внутри. Уже нагибаться даже тяжело стало. Хотя, как бы, я не думаю, что я уже такой старый. Вот. И я начал бегать три года назад, пробежал 500 километров, и все. Я задохнулся. А сейчас бегаю 16 километров и не задыхаюсь. Я нагибаюсь хорошо и чувствую себя отлично. У меня тело помолодело. Ну, то есть, это правильное мышление означает. Но мне понадобилось три года, чтобы прийти к этой норме физической. То есть, вы сейчас без финансизма просто продолжаете работать и восстанавливаете, да? О, правильный ответ. Теперь правильный ответ. Спасибо. Отлично. Ну, сзади вот девушка еще. Мы ответы на вопросы нужны перед лекцией, чтобы люди включились. То есть, как бы, мы говорим о том, о чем будет потом лекция. Чтобы вы не думали, что я там что-то сочиняю. Есть же люди живые, я их всех вижу. Потом на основе этого идет беседа уже. Да? Олег Иванович, я очень рада, что я попала в него наконец-то. Я рад, что к вам попала наконец-то. Это неправильное мышление. Неправильное? Нет. Нет. Человек должен работать там, где ему Бог послал и ждать хорошего периода жизни. Когда приходит хороший период жизни, то человек может работать там, где ему нравится. Но в плохой период жизни надо работать там, где Бог послал, терпеть. Но если человек всегда хочет работать так, где ему и нравится, то он, получается, становится безработным. А некоторые люди вообще хотят работать мало и получать много. Они тогда вообще, у них нет шансов получить работу. Это просто неправильное мышление. Человек должен вкладывать в работу над собой и повышать свою энергетику, свою силу. Сильный человек может всегда найти работу в хорошем месте. Вы можете видеть примеры даже студенческие годы, допустим. Есть сильные люди, он приходит сдавать экзамен, он почти ничего не учил, но он хорошо себя ведет с преподавателями. У него речь поставлена хорошо. Он очень сообразительный. Он реагирует на то, как преподаватели, ну как бы ему какие-то намеки дают. Они видят, что человек интеллектуальный, просто ставят ему хорошую отметку, даже не разбираясь, насколько он сильно выучил экзамен. Ну то есть есть сильные люди. Где-то сила идет от природы, от отношений с людьми, с Богом, в конечном счете. Но если человек слабый, вот вы истощены с мужем оба. Во-первых, вы пережили какой-то стресс тяжелый года два-три назад. То ли с личной жизнью, то ли с чем, я не знаю. Но вас, вы еще не восстановились после этого. Но у вас после четвертых людей. Ну, дети же дают энергию, они забирают, они берут, но и дают тоже. Они благословляют человека. Делают его добрым, мудрым. Дети. Организуйте правильную жизнь с детьми так же. И тогда вся система вместе начнет хорошо работать. У вас все получится. Все будете развиваться. Только когда, ну, только через два с половиной года у вас будет хороший период развиваться в своем бизнесе. Сейчас такого периода, сейчас тоже неплохой, был еще хуже. Сейчас же получше стало. А у вашего мужа сейчас плохой период идет с деятельностью. Он закончится только через полгода. Где-то месяца через четыре. Будет потом получше период. Но, чтобы ему делать то, что ему нравится, ему нужно перешагнуть через себя. Потому что существуют этапы определенные. Мы на лекции будем говорить, что сначала человек должен принять ту деятельность, которую Бог дает. Потом в ней окрепнуть, стать сильным, начать уважать старших. То есть там есть определенные процессы. Потом человек получает знания, как ему действовать в этом мире лучше, эффективнее. Это еще не то, что ему нравится, а просто эффективнее. Он начинает эффективнее действовать. А только потом, он уже, когда становится сильным, он может уже, что ему нравится делать. Этот человек, допустим, я хочу поднять сто килограмм веса штампу. Ему говорят, нет, надо начинать вам с тридцати килограмм. Чего-то это долго. Я хочу сто сразу. Ну, извини. Если ты так мыслишь, тогда вообще ничего не поднимешь. Будешь неудачником в жизни. Потому что с точки зрения, хочу делать то, что нравится, это тоже сила. На это нужна сила. Только это не физическая сила, а психическая сила. А у него такой силы нет сейчас. Вы можете видеть это. Он даже там, где он работает, тоже он не на полностью эффективен, как он хотел бы. Потому что он не принимает свою судьбу. Ему надо принять вот ту деятельность, которую Бог дал, и стать там эффективным. И через это потом постепенно развиваться. Как я вам уже сказал. Но если он даже этого не хочет сделать, тогда как он будет? А как очень просто идти, работать, где Бог дал. Вот где ты полезен, там и работать. И вот тебе говорят, ты нам нужен, работай у нас. Поработал, почувствовал, нет, не нужен. Он говорит, нет, ты нам не нужен. Потом в другом месте, о, ты нам нужен, все, оставайся. Мы сейчас прямо в начале лекции будем об этом говорить. Вот смотрите, первое, что надо понять. Если вы спрашиваете по болезням, то это не суда. Это надо идти к помощнику моему и общаться. Второе, болезни можно спросить только про себя. Потому что, допустим, я могу вас лечить. Вас. Но если как бы, а лечить означает, что надо выполнять рекомендации тоже. Это не то, что я что-то прилепил к теме, бац, все прошло. Понимаете, это образ жизни надо менять, это лечение. И лечить я могу вас. Но вот где гарантия, что ваша дочка будет соблюдать все эти правила, образ жизни там и все прочее. Поэтому этот вопрос неуместен сейчас. Не знаю, смотря от чего. Все очень индивидуально. Все, я не знаю, кому им. Если я могу судьбу видеть, допустим, по человеку чувствовать, то здоровье это настолько сложно, что надо видеть человека, понимать его как в суде. Это все индивидуально очень. Понимаете? А на самом деле садитесь. Олег Геннадьевич это такой человек. Садитесь так, чтобы не упасть. Олег Геннадьевич это такой человек, он, у него есть волшебные очки. У меня волшебные очки. Завидуйте и белки, и жучки. Вот. Ну то есть, я понимаете, мне просто вот в очки свои волшебные на вас посмотреть, и сразу легче становится. Если вы так мыслите, тогда один вариант. А если говорить о лечении, то это очень индивидуально все. Это надо смотреть на человека, с ним серьезно работать, чтобы помочь. Это надо, чтобы он сам включился и хотел. Ваша дочь находится в депрессии, она не будет никуда включаться. И я поэтому вам и говорю. А ее как бы ребенок вообще как бы недоступен для отчения, потому что это от нее зависит, будет он здоров или нет. Поэтому у вас остается одно, это молитва. Когда человек молится, он влияет на ситуацию изнутри. Бог начинает все менять им. Она начинает лекции слушать, в результате вашей молиции. Ну какие-то они обязательно мои. Развиваться как личность. Вот так надо мыслить. А если вы думаете, Олег Геннадьевич сейчас в очки посмотрит волшебные свои, и все, дочери помогу, внуку помогу, всем лучше сразу станет. Это неправильное мышление. Учитесь побеждать судьбу молитвы. Трудность есть, я вижу вашу трудность. Вы ее побеждайте. Я буду об этом говорить на лекции, как это делать. Побеждайте трудность. И поймите, почему я отшутился от вас. Поймите это. Потому что вы превышаете мои возможности в своем сознании. Вы как бы меня путаете с Богом. Неправильное мышление. Вот сзади, где женщина. Да. Спасибо большое за все. Спасибо вам. Счастья вам. Красиво. Это цветы приносит, чтобы я вам потом раздавал в конце лекции. Это у нас такой обычай. Добрый, дорогие. Садитесь. 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 Я тоже. Тоже. Я много лет покупала в одном стиле. Ну, потом подажешь. Супер для вам. Вам подходит очень. Я много лет также напекаюсь к другим. У меня есть хобби. Я шипер. Ну, вот правильно вы сказали. Это хобби. Хобби денег не приносит. Но нравится. Ну. Я хочу просто понять. Мне нужно менять сферу деревьев. То есть шить. Да. То есть уже как-то профессионально. Можно, можно, да. Но денег не будет. Деньги добывать – это аскеза. Вот смотрите, есть муж. Это аскеза. Муж. Это аскеза всегда. А есть любовник. Любовник – это супер вообще. Это такое, ну, счастье такое. Но в личной жизни с любовником не будет. Он больше того, с ним счастье, но он только портит тебе жизнь. Потому что если ты с ним начинаешь строить отношения, тебя отшибает от мужа там и от всего. Ну, то есть, поэтому, как бы, хобби – это любовник. А торговля – это муж. Это ваша жизнь. Она тяжелая, как бы, трудно. Деньги дает. А ребенок ничего, и любовник ничего не дает. От него, с него, как козла, молоко. То есть, вообще ничего не дает. Кто кроме проблем, понимаете? Кроме проблем только. Ну, шить можно понемножку там. В отличие от отношений с любовником, с хобби можно строить отношения понемножку, но денег не будет. А зато так классно, хорошо. Вы отдыхаете там во время хобби. А во время работы человек не отдыхает, он работает. Спасибо большое. Я поняла. Ну, не уверен, что вы прямо до конца поняли. Это сложно понять. Потому что это же касается ваших желаний. Ну, надеюсь, что вы чуть-чуть поняли. Ну, я просто подумаю. Можно, можно, что-то подошло еще. А я потом, раз в последнее время, получив профессиональное образование. Мне, получается, это не стоит делать. Я двое не понимаю. Какое профессиональное образование? Ну, учили на это глава. А зачем? Ну, да. Вы знаете, женщине так нравится учиться везде. Вот поучилась. Ей нравится, потому что она отдыхает. Она учитывается. Ой, как хорошо. Я теперь все знаю. Вот. Но хотите для того, чтобы отдохнуть, поучитесь. А для того, чтобы потом шить, шить как профессионально, но это не ваша природа. Все-то главное. Все-то главное. Мужчина. Садитесь, садитесь. У меня вопрос. Я работаю в оптовую продажу. Работать достаточно тяжело строится. То есть, что он заработал, то и перейд. То тоже уже выучил, а то и больше. Есть причина. Она заключается в том, что есть разные типы мышления у людей. Разные способы мышления. Есть четыре типа менеджеров в основном, то есть, или руководители. Вот. И каждый тип руководителя, он должен знать, что у него всегда есть недостающее звено в деятельности. Допустим, вы, у вас есть способности управлять людьми. А природа ваша – это управлять процессами. То есть, вы можете понимать всю схему, как все работает. А способности управлять людьми. Но есть еще такие управленцы, которые имеют способности развивать что-то, а не управлять. И эти люди, они совсем не такие, как вы. То есть, их мышление очень легкое. У них, как бы, всегда квадратные глаза. Они говорят о том, что, как бы, вот, супер, вот это вот сделать, это вот туда пойдет. Вот. И эти люди не всегда, как бы, говорят то, что надо. Потому что их иногда несет. Вот. Но если они сотрудничают с управленцем и, как бы, смотрят, управленец, когда их слушает, щупает разное направление, а не вместе, когда они принимают хорошее решение, в конце концов. Понимаете? Но с такими людьми трудно работать, потому что менталитет противоположный. Если вы развиваете как личность, и у вас появляется способность, вот, даже с противоположным иметь дело, тогда в вашем бизнесе появляется помощник какой-то, который приносит вам удачу. То есть, он подсказывает направление. Раньше, чем все узнали, вы получаете направление, в котором потом вы первым становитесь. Но у вас таких способностей нет. Все, вперед, двигайтесь. Это, видите, такой человек возможно получить не потому, что ты уже знаешь, что он тебе нужен, а потому что у тебя есть внутренняя сила даже с противоположностью мириться. Вот это способ развития, и это развитие личности уже означает. Ну, вот женщина на третьем ряду, да? Лидия Мехис, здравствуйте. Очень рада приедетесь. Огромное время, да? Взаимно. Да, да. Просто очень счастлива. Спасибо, что вы приедете. У меня вопрос такой. Угу. То есть, давно я слышу вашей лекции, и если они верят в то, что это истинно, у меня не получается, вы с неверными. У меня тоже. Как научимся понимать жизнь, как и пока она есть, понимать работу, которую надо на данный момент видеть, понимать, вот, и не стыкывать днев и раздражение о том, что происходит вообще все. Вы говорите сейчас об энергии. То есть, вы говорите о том, что в ней хватает сил. Говорите. Не хватает, я очень много, не надо девать. Но это не правда. То есть, ситуация, когда происходит, в тех ситуациях, в которых я хочу, энергия приняла, как и очень сильная, раздражение и слезы. И почему они как-то сменятся. Я понимаю, что нет смирения, нет принятия жизни. Следите за беседой сейчас все внимательно. Как не чистить, понимаете, делаю. Вы говорите о том, что вам не хватает энергии. Да. Да, то есть, есть энергия определенная, которая дает смирение, терпение. Это энергия, это вид энергии. И он берется от Бога. Потому что вы говорите о человеческой энергии. Допустим, у вас много энергии отношения с людьми строить, работать с ними. У вас много сил, связанных с людьми. Поменьше сил, связанных со здоровьем. Ну, то есть, много тоже, но поменьше. Ну, то есть, допустим, если у вас, вы заполнены на 80% силой строить отношения с людьми, то на 45% вы заполнены энергией, связанной с тем, чтобы быть здоровой. И всего лишь на 20% связаны с заполненной энергией, которая идет от Бога, которая дает человеку возможность преодолевать непреодолимое в себе. Молитва, там все выделать, да? Да, благотворительность. То есть, ну, сколько вы, конечно, может, что я стараюсь? 25% сделали уже. Когда сделать 45, вам легче станет жить. То есть, основной молитвой все выделяете? Молитва, благотворительность. Все делайте, копите силы на то, чтобы побеждать судьбу в этих вопросах. Копите силы. Сил пока недостаточно. Вот такой вопрос еще. Как вы говорите, мужчина дает Богу, да? То есть, как раз на следующей части, что эмоции должны быть подведены? Мужчину даже дает Бог, это факт. Но там есть две, ну, два пути, две дорожки, как бы. Одна дорога это Бога, она уже пройдена. То есть, Бог вам готов дать мужчину. Вторая дорожка ваша. Это способность сбить его с ног, мужчину. То есть, вижу тень наискасок, жбель, полоску ила, чтобы дуба готов целовать песок. но это уже извините моя хорошая но но ну вот все это значит что вы это значит что вы не хотите то что бог вам дал я говорю есть бог уже дал вам но вы не хотите все ну потому что вы гордые ну потому что вы очень разумная на самом деле понимаете что с ним вы не получите того кайфа который вы хотите а из его вообще ни с кем не получишь в этом мире это просто иллюзия семейная жизнь это аскеза она предназначена для просто служение человеку все заботе они вы хотите воплотить мечту свою жизнь понимаете есть человек мечты это любовник а есть мужик которого бог дал и вы разумная очень буду но не зачем мне мужик не мечта нужно хорошо тогда одна останется будете мечтать всю жизнь кто другие кто с мечтой живет поднимите вот кто со своей мечтой живет о хорошо девушка сам первый подняла да давайте ей микрофон сейчас мы поговорим то есть вы живете со своей мечтой сколько с мечтой со своей жизни и прям не 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 у вас мучьте мужчина мечта есть а у кого есть давайте вот ей девушки микрофон на первом ряду ну вот я просто хочу понять может я в чем-то ошибаюсь так да с мечты с мужчина мечтожили вот вот мои хорошие вот вот теперь послушайте все послушайте меня внимательно если я живу с мечтой мужчина мечты женщина говорит значит он точно бросит потому что дурман когда в отношениях идет вот это дурман нектара понимаете дурман в отношениях если идет значит это стопроцентное поражение в отношении то есть если ты вау 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 такой человек значит это это очень опасное чувство потому что поймите это чувство означает что что этот человек начнет гордиться собой обязательно в отношении он станет доминировать станет тебя унижать то есть ну то есть вот человек мечты нет оставить человек мечты же он не уход человек мечты же он не уходит не уходит уходит человек мечты он всегда только приносит счастье понимать но он никуда не уходит мои хорошие ну попытайтесь понять то что я вам говорю вы вы его не можете не пускать не не отпускать вы просто связаны богом друг с другом и просто должны жить с ним есть все прощать ему молиться богу чтобы он сделал так чтобы у вас мечта прошла в сердце перестать его делать богом и чтобы он отрезвел тогда иначе вот этот дурман который идет от него к вам у него тоже есть этот же дурман делает его гордым то есть вас дурманит от него а его дурманит от себя самого вам надо к богу обращаться любить бога учиться и отрезветь в отношении с богом с отрезветь отношение к человеку и тогда вы сможете победить судьбу назад микрофон нет назад микрофон девушки женщины просто ведь у вас есть мужик а у нее может вообще не быть вот да и так да мое хорошее вы услышали меня или нет что думаете а тут это зря сижу стул протирать да все выберите а это потому что вы вот уже довели себя до такого состояния хорошо вот был до этого человек чего вы его бросили он вам нравился но выпивал а этот не выпивает и не нравится вот это есть ваша судьба вас есть два варианта или выпивает и нравится или не выпивает и не нравится но вы ему нравитесь вот это и есть жизнь выбирайте не выпивает и не нравится и он вам понравится потом когда вы будете с ним жить а вы ставьте условия не давайте им переделать станцируйте ставьте условия чтобы общался с вами хорошо поймется время вы можете тогда закончить эти отношения но так не может быть то есть вы если заканчиваться заканчиваете но у вас потом не будет лучше посмотрите на на судьбу семейную своих родителей она вам подскажет вашу судьбу ну значит может быть это не пример ну хорошо расставайтесь нет но будет одиночество какое-то время может бог даст лучше я не знаю я не я я не вижу этого честно я вижу вот у вас такая судьба конечно но он и есть очень хороший человек да вот этот замуж выходить иначе одиночество я не вижу выхода вы уходите от него и пустота поэтому не уходится что туда нет пути бог воздержит вместе туда пути нет там нет его дороги для вашей пустота хотите это не с этой жизни и не на этой земле такое возможно там в раю здесь нет здесь люди трудятся над своей жизнью бог дает таких людей с которым придется трудиться какая бы ты талантливая не была имеет значение если вы эту мудрость жизни поймете тогда будете замужем а если нет тогда одна все что я мог для вас сделал ваш вопрос садитесь садитесь здравствуйте спасибо что снова я очень рада как многим у меня вопрос недавно конечно похожа девушка задала но немножечко отличается а я по программе программист проработала 4 года в IT сфере и ушла в декретах два декрета и декрета моя творческая жила в отличие от противоположного программирования шитье которое еще в школе года но сейчас я должна уже находить из второго декрета но знаю что работать я в этой организации не буду потому что для себя сократить то есть у меня сейчас все с чистой дороги и есть как работа опять в программировании в целом ну денежная но мне тяжело еще чуть-чуть уже почему это так или то что по душе у меня даже не есть какие-то перезагонки как это все но вы же не сама будете шить правда сама буду шить то есть мне нравится это делать зато из хобби получается застер но тут нужно еще что-то принимательская жизнь какая-то вот вот вы руководитель по природе у вас будет какая-то ателье там по пошиву одежды вот такой вот ну я хочу шить интернет то есть извинения ну это не важно как вы хотите то есть это другое не как у нее то есть вы по природе руководитель и вот зона шитья это зона в которой бы вы вложились и создали бы пошив одежды красивый такой и это супер идея для вас и да и все что вы будете делать в этом плане все равно придет то что вы сами шить не будете вот вы будете просто создавать модели изучать это все для вас шитье это изучение как это делается потом вы это можете внедрить и производить я думаю что я я думаю что я не предприниматель а что это просто со мной свободно а папа у вас кто врач ну а руководитель врач смотрите женщина всегда идет в отца по ее природе а мужчина в мать вы руководитель по природе как ваш отец тоже но руководитель вот именно такого научного склада ну то есть у вас научный процесс шитья организовать такой интеллектуальный правильный чтобы все правильно было спасибо видите я и сказал все да никаких секретов как вы думаете она это все поняла она не поняла потому что понять свою природу можно только самому человеку своим сердцем все что я говорю по поводу вас вы можете это просто принять в сведении но понять человек может только и сердце сам точно так же как я допустим могу сказать вам надо быть вместе допустим грант значит ли это что они решили что они будут вместе конечно нет это можно только самим сделать или а девушки сказал вот допустим у вас такая природа личной жизни значит ли это что она все это приняла конечно нет но когда она захочет пойти другим путем она увидит закономерности которые ее испугают и тогда она как бы поймет что дяденька как бы говорил правильно ну то есть видите моя беседа может дать какой-то результат но все равно ваша жизнь это основное ваша жизнь она вам будет сюда давать но знание нужно для того чтобы не ошибаться потом жизнь и которые слушают старших некоторые нет вы будете слушать я вижу но это не значит что вы все поняли то что сказал вы спрашиваете из любопытства молодой человек я вас не спрошу вот вы на первом ряду спрашиваете из любопытства да я не спрошу вас вот когда человек спрашивает потому что ему сильно надо тогда я спрашиваю вы просто сделали помидор на лужинздоре presumив много того этом